Подписка на товары. Расскажи, Юр, почему появился этот раздел? Это не раздел, ну это можно сказать не раздел, это возможность, которая включается в товары, в списки товаров, что вы можете указать, что если товар закончился, вы можете на него подписаться. Подписка поддерживает товары с торговыми предложениями, можно подписаться даже на какое-то конкретное торговое предложение, конкретный размер, конкретный цвет, которого не хватает в этом магазине. После того, как подписка произойдет, товар появится в магазине, вам придет письмо-уведомление с ссылочкой на данный товар. Перейдя по ссылке, товар окажется в корзине, и вы сможете очень быстро оформить заказ на данный товар, который вы ждали. Действительно, если нет кроссовок нужного размера, вам нравится какая-то модель, вы можете поставить нужный размер на мониторинг и сегодня подключить подписку на товары. Другие обновления e-commerce платформы. Я очень часто выступаю с докладами и в Украине, чуть реже в Беларуси, и каждый раз после мероприятия ко мне подходят люди, говорят, вот все замечательно, прекрасный инструмент для работы с каталогом, но у нас так часто происходят колебания валюты, нам так часто приходится менять цены, дайте нам какой-нибудь инструмент для этого. Наконец-то мои молитвы оказываются. И мы разработали этот инструмент. Юр, расскажешь? Выбираете категорию товаров, выбираете изменение цен, переходим в редактирование этих цен, мы видим настройку, в которой можно выбрать, в какую сторону сделать округление этой цены, выбрать степень округления, в данном случае я выбираю округление до 50. Можно установить в процентах… Это то, что вызывают красивые цены. Да, ну, красивые цены немножко не то, это когда можно отнять единичку, например, если цена 2000 рублей, и сделать его 1999. Я выбрал какие-то настройки, которые мне не хватимы, запускаю пересчет цен, все, цены пересчитались в каталоге. Фактически это происходит мгновенно. Переходим в публичный раздел и видим, что все цены округлены до 50, то есть мы округлили их до 50, цены были пересчитаны на плюс 20%. Промоутер скидок акций. Тоже классная штука, инструменты для увеличения среднего чека, ими владеют практически все руководители. Слушай, ну непонятно, почему, что такое промоутер? Продвигатель. Очень долго выбирали слово. И решили, что самая лучшая аналогия, это когда мы приходим в магазин, стоит какой-то столик, и нам предлагают… Вот смотрите, вы возьмете, если две величины, третью вы получите в подарок. Или вы можете набрать какие-то составляющие. Или не хватает до какой-нибудь, например, у вас там товар на 2 тысячи, вернее, вы положили в корзину на 1900, а вот если доберете до 2000, будет какая-то плюшка, скидка, подарок. При оформлении заказа, при просмотре, при добавлении в корзину, при просмотре товара в корзине, мы можем подсказать теперь, что есть скидки, и если вы чуть-чуть доберете, вот доберите 500 рублей, у вас будет дополнительная скидка, доберите несколько единиц, вы получите дополнительное преимущество. Это как раз отличные инструменты для увеличения среднего чека и конверсии в вашем интернет-магазине. В новой версии e-commerce платформы мы обновили доставки. Самым важным изменением, которое появилось, это возможность устанавливать для доставки какие-то ограничители. Это могут быть ограничители по весу, по региону, по каким-то параметрам, которые необходимы вам. Теперь есть возможность пересчитывать доставку во время оформления заказа бесконечное количество раз. Клиент может сам использовать какие-то опции, он видит, что нужно груз хрупкий, нужно сделать обрешетку, нужно застраховать этот груз или выбрать какие-то опции. Цена будет изменяться, и клиент будет сам решать для себя, что для него важнее, чтобы товар доехал или чтобы он по пути разбился. Я правильно понимаю, что эти все опции приходят и загружаются через API службы доставки. Если эта служба поддерживает такие опции, то вы сможете предложить и показать их клиенту. В конце дня, опять-таки используя API доставочных систем, мы можем сформировать весь список заказов, которые происходили за сегодняшний день, за неделю, за месяц и отправить заявку в службу доставки на забор груза. Служба приедет, это может быть, например, ПЭК, заберет этот груз и доставит его клиентам. Похожие изменения произошли в оплатах. Те же самые изменения можно будет сделать в оплате. В оплате это можно использовать, например, когда необходимо указать, что курьер должен привезти обязательно сдачу. Вы ставите галочку, что мне необходима сдача, указываете ту купюру, которая есть у вас, например, 5000 рублей, а заказ на 200. Значит, курьеру нужно захватить с собой сдачу на 4800 рублей.